И доброе утро ещё раз, дорогие радиослушатели, присоединившиеся прямо сейчас к нам зрители канала Саха-24 в эфире рубрика «Якутск». Сегодня Якутск, именно Якутск был эпицентром событий, которое народ уже назвал весна НВК. Мы сами назвали сначала, но народ активно поддержал. Спасибо всем огромное, всем, которые пришли на площадь дружбы, всем, которые проявили культуру уважения к себе, к другим. И очень организованно и быстро при помощи наших сотрудников успели получить вот те вот самые заветные браслетики, которые были апогеем, что ли, нашей акции. На самом деле, наша акция – это очень большое количество событий. Оно началось в 7 утра. Тут в этой студии прямо наши радиоведущие, они готовили перчих, они отправляли искать там ингиру, кого куда. Им самим это нравилось, это чувствовалось. Нравилось тем людям, которые звонили в эфир, нравилось нашим партнёрам, которые, ну, может быть, впервые услышали такое вот якутское радио. И в час дня мы подхватили эфир с площади дружбы. Оттуда была трансляция. Кстати, вот звучит рефреном песня «Там Махтар», да? Старая довольно песня Аркадия Михайловича Алексеева, которую мэтр нам очень уважительно разрешил использовать. Там Махтар, там Махтар, там Махтар. Кюрлюр, кюрлюр, там Махтар. Спасибо Аркадию Михайловичу, и при помощи этой песни было организовано такое ретро-шоу, которое наши режиссёры транслировали. Потом подхватила студия, в которой каждая, там через студию прошло, не помню, порядка 140, вы же тоже были, да? Вы же тоже приходили. 140 человек, да, и всем были сказаны тёплые слова на выходе, да, всем были маленькие, ну, такие сувенирчики вручены. И люди, до которых дозвонилась наша счётная группа, они тоже были удивлены, может быть, до конца ещё не поверили, что это не первый апрельский розыгрыш, что это наши замечательные партнёры предоставили такие замечательные призы. И я вот представляю двух наших партнёров, это предприятие «Надистрой», которое предоставило беседку нашим победителям. Победитель, кстати, зовут как? Феврония Баишева. Феврония Баишева, значит, мы просто не смогли до вас дозвониться, Феврония Баишева. А так бы сидели вот тут рядом с представителем компании «Надистрой», который, кроме того, предоставил ещё сертификат на приобретение мебели. На 40 тысяч рублей. На 40 тысяч рублей. И мы сразу же во время эфира получили в нашем инстаграме замечательный ролик, который семья, которая получила, они сидели и говорили, никто не верит нам, что это не первый апрельский розыгрыш, да? Чё это у вас стать-то? Где? Закапали. Ага, весь апрельник ему не верит. И парк культуры и отдыха замечательный Аял Семёнович Бурцев поддержал нашу инициативу, понял, что горожанам нужен позитив, не только горожанам, кстати, население республики же тоже выиграл. Три наследия получили от фонда будущих поколений гранты по 300 тысяч рублей на улучшение экологии в селах, да? Выпускники средней школы в селе Норогана Мегина-Кангаласского улуса участвовали в конкурсе «Хотим на теплоход», где 34 было участника, и их ролик был признан нашим авторитетным жюри победителем. Они поедут на Михаила Светлова и отмечают свой выпускной праздник. И, конечно же, вот те люди, которые прошли через площадь дружбы и дозванивались до наших эфиров и смогли таким образом получить участие в нашей стимулирующей акции. Наша цель была все-таки, значит, смотрели рекламу, да, Норогана Мегина-Кангаласского улуса, смотрели, слушали рекламу, значит, знаете, что есть национальное телевидение, что есть наш свой родной канал, который ближе, который показывает нас с вами, нас может показать же, да? И давайте мы начнем с того, как вы оцениваете организацию тех работ, которые были на площади дружбы провернуты? Вот как вам достался ваш заветный купончик-браслет, Алена? Ну, вообще, вообще я как бы спонтанно, да, собрала. Не планировали совсем. Да, ну, планировала, как бы, да, но как-то получилось спонтанно мне брат звонит, говорит, через пять минут выходи, и мы поехали. А, то есть вы были в группе поддержки брата, да? Да, я смотрю, уже там народ собрался, думаю, надо пойти с ребенком, погуляли там на площади, ну, и уже через сколько там, через полчаса, наверное, час уже начали раздавать. То есть все как бы без особой толкучки, да, вот нормально получили браслеты. Нормально получили, и ушли довольные, да? А концерт смотрели? Да. Концерт смотрели, да? Ну, видите как, то есть не так было, что приходят-уходят, а оказывается, еще люди оставались, смотрели концерт, гуляли с детьми, и на самом деле замечательно, что вот такой весенний день вы получили возможность приобщиться к той весне, которую попытались устроить я и мои коллеги, да? И от открытого акционерного общества Тоймада Аграснаб Алена, Алена, кстати, вот я удивляюсь, да, в прошлом году тоже была такая история, одна моя знакомая выиграла ружье Беннелли. Я говорю, Анна, что же вы будете делать с этим ружьем? Она говорит, ну, у меня еще и охотничьи разрешения есть и так далее, но вы-то получаете приз от Тоймада Аграснаба на охотничье нарезное ружье, Алена. Вот что вы будете делать с Каралином? Давайте сбросим так. Ну, это будет уже этот подарок мужу. Подарок мужу? Да, мы планировали в прошлом году купить, купили сейф, он получил лицензию и так далее, и как бы планы поменялись, отложили на вот этот год. И вот мысли материальные. Да, как говорят, мысли материальные. И мы вообще не ожидали, как бы, все равно я не ожидала, что я что-то выиграл. А вы вообще раньше выигрывали, ну, не назовем это лотереей, назовем это розыгрыш наших подарков, вообще выигрывали что-нибудь? Я в 13-м году выиграла супер-приз магазина «Виктория», этот спальный гарнитур. О, да вас именно нужно забывать, знал, брат, кому обращаться, да? Ну, Алена, давай, одевайся быстрее, потеплее, на улице довольно-таки холодно, давайте мы вместе сходим, и, может быть, твой БАД именно конкретно поможет нам получить. И я передаю, передаю вот этот вот замечательный сертификат от компании «Тоймада Агростап». Спасибо огромное Илье Афанасьевичу, спасибо огромное Павлу Петровичу за то, что поддержали нашу акцию. И Павел Петрович, вот, там, кстати, Иннокентий еще есть, спасибо Иннокентию тоже, замечательный сертификат от магазина «Охотник» на получение охотничьего карабина «Вепрь». Вот, Алена, я вам вручаю, и после эфира пройдем и заполним, прям, давайте я сфотографирую еще, после эфира пройдем и заполним наши ведомости, конечно, формальностью, это вот так вот. Опа, спасибо. Вашу историю мы услышали, но еще раз говорю, бог не Тимошка видеть немножко, да? То, что вы разрешение загорели, как будто знали все, как будто все складывалось так удачно и так далее. И, Мария, вот сзади у меня стоит, вот вы будете возить машине каждый раз вот этот сертификат, и сзади будете расписываться, получил 50 литров, получите там 60 литров, ну, не знаю сколько. У вас есть машина вообще в семье? Да, у нас есть машина, и на прошлой неделе мы как раз купили еще машину для себя, как бы, да? Для себя это как? Для меня, ну, вот, как бы решили купить еще одну машину, чтобы я тоже могла ездить. Тоже могли ездить. А, ну, я же с вами вчера разговаривал, сказали, у нас есть машина, ездит муж. Я сказал, у вас есть зато замечательное средство шантажа, бензин там, а-а-а. Нет, ну, машина записана на мужа. А, машина записана? Ну, господи, это же формально все-таки семья, муж и жена одна. А сад она, значит, и машина тоже общая, скажем так, совместная. Я еще раз говорю, я кроме шуток, вот, будете ездить каждый раз вот с этим, ну, еще раз говорю, весь апрель никому не верь. Конечно же, мы оформим топливную карту, она выглядит, да, я даже покажу, очень компактно, и вот так вот выглядит топливная карта от компании Парикет, я попрошу наших режиссеров, вот маленькая такая карта, да, да, вот так вот. Ага, и она магнитная, вы будете подходить и расплатить. Целое лето, я так понимаю, тонна бензина, это, ну, в месяц, если я трачу 200 литров, то 5 месяцев вы не будете знать проблем благодаря группе компании Парикет, которая предоставила данный замечательный приз. И я скажу одно, на самом деле вот то, что мы, Якутск видит компания Парикет, да, это видит то, что вот сеть заправок, там, Мархея, на автодорожной, на Дзержинского, да, группа компании Парикет, я вот не совру, да, если и Руслан Ачаров меня поддержит, который является лицом компании Парикет, на самом деле это компания, которая абсолютно спокойно может передвинуть гору высотой километр, ну, скажем, чуть левее. 40 тысяч рейсов большегрузных машин, это легко. Это федеральные контракты на трассе Лена, да, это идеального качества асфальт, который с высочайшим уровнем контроля за технологиями и так далее. Это собственные нефтебазы, не Рюнгри и Валдане. Это транспортные перевозки, в том числе опасных грузов. То есть это не хукрымых, это очень большая такая империя, которая, ну, может себе позволить просто так вот. А давайте, жители Якутска, которые участвуют в нашей... Вот ваше впечатление от того, что происходило на площади Дружбы? Мы когда подъехали на площадь, там уже была очередь, ну, было всё спокойно, абсолютно мы встали в очередь, как все остальные, и очень спокойно, благополучно получили свои... Вот это купончики. Купончики, да. Да. Ну, такого, чтобы ажиотажа такого большого не было, у нас были между собой шутки тоже апрельские, и в очереди как-то всё в доброк, всё такое хорошо прошло. Я, кстати, на самом деле очень благодарен горожанам, гостям столицы, которые самоорганизовались в очереди, которые выстроили змейку, которые проявляли очень высокий уровень культуры, и вот были мнения такие, что, оказывается, раздача халявы... Ну, согласитесь, что это была халява. Мы же не продавали вот эти билеты. А раздачу халявы, оказывается, можно провести на достаточно высоком уровне с соблюдением все нормы безопасности и прочего, да. А когда вам позвонили с эфира? Мы же сразу получили, кстати, вашу фотографию, где вы стояли, вот так вот позировали, да? Когда мы... Ну, мы смотрели передачи, конечно. Первое, когда мы приехали домой в часах четвертых, у нас телевизор не работал. Ростелеком. Ой, чёрт. Ростелеком! И спрашивай свою линию IPTV! Нам сказали, что там какая-то авария на линии, поэтому телевизора не будет. Сказали ждать. Нам пришлось позвонить друзьям и поехать к ним посмотреть телевизор. Даже так? Даже так. Даже так. А вы знали, что можно ещё посмотреть в интернете? Нет. Если честно, нет. Мы об этом даже не подумали. Мы как-то к телевизору привыкши. Сказали по телевизору, пошли к телевизору смотреть. Ага. Всё-таки есть, оказывается, у народа, я так для себя, как волон сижу такой, не испортили ли якутиан, квартирный, халявный вопрос. Нет. Наверное, всё-таки больше не испортим. Ну, я в соцсетях высказывался довольно резко в адрес тех, которые проявляли без культуры. И были такие. Ну, редко. Может быть. Да, два-три. Но в основной массе я благодарен нашим горожанам, то, что проявили самоорганизованность, культуру высокую. И сами себе устроили праздники, и другим дали возможность почувствовать дыхание весны, атмосферу весны и таким образом. Чуть попозже я, уже, наверное, после эфира, потому что он тяжёлый ещё, да. Целая тонна же. Чуть попозже мы заполнением, опять же, всех формальностей вручим вам обязательно, сфотографируемся там. И мы увидимся сразу после рекламной паузы, перейдём к нашим партнёрам, которых мы бесконечно, на самом деле, любим. У меня прямо на груди вот написан наш хэштег «НВКСаха», по которому вы можете найти нас в любых социальных сетях. На самом деле, ещё одна философия такая. Да, мы понимаем, что люди сейчас пошли современно. У всех смартфоны, у всех интернет и так далее. Вот как вы говорите, да, не было Ростелекома, и чуть было не случился облом. Да, вы смотрите Инстаграм, вы смотрите Ватсап. Ну, на самом-то деле, мы там тоже находимся, и причём находимся в количестве, которое достаточно для того, чтобы поддерживать нормальный имидж компании. И да, есть какие-то группы, которые работают конкретно. Вот Георгий, который заходил, к примеру, да, он ведёт наш сайт «НВК онлайн». И, кстати, на «НВК онлайн» можно без IPTV смотреть, ну, может, с IPTV, но при любом интернете можно смотреть наши передачи. Замечательно. И я перехожу, ещё раз говорю, во втором блоке к нашим партнёрам, которых мы бесконечно любим. На самом деле, вот, на «Дестрой» она появилась буквально за 2-3 дня же, да? Да. До 1 апреля? Буквально за 4 дня мы только узнали об этом проекте, да, и всё-таки включились в этот проект, поставили свои призы, да, вот. Я напомню ещё раз про призы. Замечательные призы. Это беседка. Летняя беседка, да, 3х3, отцилиндрованный брус, да, то есть бревно, извиняюсь, сосна, вот, красивая беседочка такая летняя. И также у нас сертификат на 40 тысяч от «Прайда» нашего, да, производства мебели. Победителю сам может выбрать, какой приз он возьмёт, да, или кухонный гарнитур, или шкаф-купе, или детская мебель. Ну, он уже согласованно с нами, сам уже будет подбирать тот материал, ту мебель, которую он сам захочет. А вы давно на рынке вообще? Мы с 2014 года существуем, да, у нас основной вид деятельности именно строительства жилых зданий, также социально значимые объекты строим, также у нас ремонтно-отделочные работы, мелкие архитектурные постройки, ну, всем этим занимаемся. И вот производство мебели у нас, в принципе, мы, это новый наш вид деятельности, да, в связи с тем, что, как практика показала, по этим годам, которые мы уже работаем, люди все хотят встроенную красивую мебель по индивидуальному заказу, да, и поэтому мы в этом году решили открыть свой мебельное производство. И вот открыли, и занимаемся сейчас уже производством мебели, она называется Pride. Мебель Pride. Мебель Pride. У меня тоже собственная марка мебели есть, реально. Даже открою вам больше, 1 апреля моей матушки был день рождения, я не успевал просто своими руками сделать ей подарок, вот как раз в журнальной столике делал из дуба со вставкой из кожи. Да, у меня есть, можно сказать, что есть собственная марка мебели. Да, я поэтому понимаю все ваши вот эти треволнения, которые связаны с тем, что вы запускаете конкретно линию мебели. Это, на самом деле, очень кропотливая и заслуженная работа, которую следует... В любом случае, почти, потому что семья, которая прислала вот тот ролик, очень жизнерадостный, да, они живут в частном доме. Отлично. Это им будет вот на сертификат на мебель, кстати. Мебель им будет очень кстати. И нам понравилось то, что вот такой Люсик сидит, да, мама сидит, и еще дочка постарше сидит. Очень такие позитивные, всем нам очень понравилось. Мы прямо их распылили по социальным системам. Вы их еще увидите, обязательно увидите. К сожалению, да, мы еще не видели этот ролик. Не увидите. Они у меня прямо в телефоне есть. Прямо в телефоне есть. И, конечно же, наших победителей всех поздравляем, да, вот. В февронию большую. В февронию большую за летнюю беседку и вот за семью, которая вот победила сертификат 40 тысяч. Сразу скажу, это не розыгрыш, это действительно уникальный проект, который, мне кажется, на мой взгляд, это первый раз на НВК, да, весна на НВК такой прошел, такой уникальный большой проект. Я, если даже я сказать, что я никогда особо НВК не смотрела, но я НВК вот именно 1 апреля смотрела с утра и до последнего победного конца. И как вам? Вы же были там, мы бы смотрели все из людей. Да, я была, смотрела целый день дома у себя, да, и еще приходила на прямой эфир. Мне полностью все понравилось. Конечно, организация на высшем уровне. Я вообще в состоянии эйфории находилась в этот день 1 апреля, потому что такую организацию я еще пока не видела в нашей республике. И, конечно же, всей команде НВК это очень большой такой, можно сказать, похвала, да, от всех, наверное. И, конечно же, такие призы, такие призы, столько радостных участников, да. Но, к сожалению, там был один момент, то, что на раздаче билета, да, на раздаче билета, к сожалению, не по времени, не по регламенту раздавали билеты. Но, к сожалению, надеюсь на, ну, не знаю по каким причинам, но вот такие моменты были. Но это бывает когда-то... Я объясню причину. То есть мы стояли там бок о бок с сотрудниками полиции, которые просто настоятельно рекомендовали нам начать парничать. Люди просто замерзли. Они пришли с 8 утра, с 9 там, сидели на стульчиках, бедные вот эти старички. Работали, кстати, спецгруппы, да, которые в толпе выискивали тех, которые на тросточках там совсем уж бабушек, дедушек, которые не могут, да. Они тихонечко их отводили, и там, ну, небольшая, скажем, доля была вот конкретно вот по таким случаям распределена. Спасибо огромное нашим волонтерам, которые очень технично, очень неприметно. И, кстати, никто особо и не заметил, что стариков брали из очереди и оттаскивали, да. То есть в очереди оставались те, которые... Ну, вот вы, к примеру, да, оставались, которые могут стоять на своих двоих, а старичками занимались отдельно. Спасибо нашим волонтерам. И я еще раз говорю, это технический момент, который очень легко объяснить. Люди просто замерзли. Мы не могли больше ждать. Мы еще, если бы ждали еще час до отведенного времени, просто получили бы, скажем, какую-то определенную порцию недовольства от людей. Ну, понятно, но все равно организация на высшем уровне. И, конечно, прошло все на ура. Призы замечательные. Надеемся, победители все довольны такими призами, да. И, конечно, ну, что от себя скажу. Хотелось бы быстренько встретиться со своими призерами, да, вот кто выиграл наши сертификаты, нашу летнюю беседку. Поговорить с ними, обговорить и уже начать монтаж данных призов. Партнеры в Газаханаде Стройкомпания и мебельная марка Прайд Готовокс работают, скажем, со зрителями канала, которые выиграли их приз. Спасибо огромное. Я думаю, что будет и лето на НВК, я думаю, будет и осень на НВК. Welcome, как говорится. Вот и парк культуры и отдых. На самом деле, то, что вот наличие строительных фирм, да, мы подумали, это весна, это дача всегда, да, это больше такого. То есть философия была такая, мы же не всех подпускали. Работали очень точечно с теми, которые подходят под философию, да. И еще раз говорю, я 27 лет работаю на телевидении. Я впервые имею честь работать в таком 14-часовом марафоне, который состоялся просто так. Это не сбор денег. Не Ленску помогаем, который затоплен был, да. Это не детям-сиротам помогаем, а просто так. Вот дарим просто весеннее настроение. Как вы думаете, удалось это? У вас это очень хорошо получилось. От имени руководства и коллектива хотим поблагодарить НВК за столь, не побоюсь этого слова, креативного проекта, в который вы нас пригласили. Проект был очень интересный. Я тоже так же смотрела дома до конца, прям до 9 часов вечера. Благодаря Ростелекому, конечно, прокрутило то, что пропустило. Наш городской парк открывается у нас где-то в число 20 марта. Это тоже весна. Да, это тоже весна. Мы любим наших гостей, наших малышей, которые к нам приходят с родителями. Поэтому в парке у нас с этого года введена концепция, потихонечку, поэтапно будет. У нас введена детская зона. Ожидаем аттракционы новые и поэтапные изменения будут, обновления аттракционов. Также у нас зона фудкорта будет, где будет установлен большой игровой лабиринт. Получается, детей можно будет оставить там, и родители будут спокойно проводить время. Я думаю, это будет очень удобно. Слушайте, парк хорошее. Вот я просто как горожанин, да, я еще не такой возрастной, чтобы в 6 часов просыпаться, идти там со скандинавскими палочками и так далее. Это, на самом деле, я считаю, что это впереди в какой-то мере, да. Я еще езжу на велике и прочее. Хорошее. Вообще обновление вот это вот заметно, да. И концепция обновления, и парка вот этих аттракционов обновления. Ну вот, и самый немаловажный вопрос, вот очень много стало машин у нас, да. Вот, у нас на Комсомольской площади эта проблема будет устранена. У нас будет больше парковочного места по сравнению с прошлым годом. Вот, и что самая хорошая, вот новость, можно будет провести дни рождения. В приатт-парке? Да, у нас будет беседка, которую по концепции мы сделаем в детском формате. Вот, также родители, мне кажется, тоже впервые, так же, как и у вас, вот, весна, да, встречает. Вот, и у нас самое, что удобно, мы делаем для наших жителей, чтобы было удобно, чтобы все в одном месте. А свадьбы как? Свадьбы, я вот смотрю, у нас... Там-то надо вот эту беседку делать красивую. Да, мы все запланируем, мы как бы все сразу, мы в план внесем, я непосредственно вот тоже вот с моим коллективом. Мы очень дружные в этом плане, мы всегда обсуждаем, какие внедрять новые проекты. Вот, сейчас у нас вот основная задача, вот, наших гостей, жителей, вот, зона фудкорта, вот, мы убрали специально, вот, как у входа, помните, вот, стоят точки, вот, продаж. Там уже хановато. Ну, там, и мы вот в одну зону все перенесли, да. Ну, я еще раз говорю, все горожане видят, что парк улучшается, хорошеет с каждым днем, да, и это место, на самом деле, уже давно излюбленного отдыха наших горожан, которые приходят туда с детьми, приходят на свидания, приходят, не знаю, пофотографироваться, покормить белочек, в конце концов, да. Это шикарно даже вообще. Огромное спасибо всему коллективу «Парк культуры и отдых» и лично Айалу Семеновичу. Огромное спасибо, что поддержали, на самом деле, наш проект, который... Я тут, может, открою тайну, все-таки он продолжится, потому что мы все, весь коллектив НБК воодушевлен успехом проведенного мероприятия, и мы продолжим обязательно вот нашу концепцию такую, которую будем отвечать. Ну, не времена года, а просто позитивные какие-то моменты. Тогда мы с вами долгосрочные партнеры. Отлично, отлично, потому что только благодаря нашим партнерам, нашим слушателям, нашим зрителям вот эта вот весна состоялась, и увидимся, наверное. Может, налеть? Да, я думаю, да. Очень хороший будет проект. Олег, лови. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...